МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. На воселье в новых квартирах начинают справлять жильцы рухнувшего осенью в столице Чувашии дома по улице Петрова. В гостях у одной из семей побывала наша съемочная группа. Мы уже спать было, ложились с дочкой. Мне сын звонит и говорит, что там у нас творится. Я говорю, да не знаю. И тут же очень сильный стук, двери, прям очень стали стучать. Я открываю дверь, стоят пожарные стояли. Я уже не помню, МЧС, по-моему, было. И стояли в касках такие все, бегом-бегом одевайтесь, берите самые ценные. Вот мы успели только сумку с деньгами, там с документами взять, собаку и пошли. Тот злополучный вечер, когда у дома номер 9 по улице Петрова треснула стена, Ирина Николаева вспоминать не любит. Тогда из дома, где, по словам женщины, она жила с рождения, пришлось перебираться во временное жилье. Ну а теперь дали постоянное, вместо кошки первым в новую квартиру запустили пса Марселя. А дочь Софья уже придумала, как на новом месте жительства расставить мебель. Тут будет стенка стоять еще, но туда в комнату к брату диван поставят, красивый заказали, все поставят новое. По договору социального найма Ирине Николаевой с семьей дали две комнаты. В одной поселится сын с женой, а в другой она с дочерью и мужем. На Петрова было также те же квадратные метры. И от прежнего места жительства недалеко, дом стоит на улице Шевченко. Так что, к примеру, школу Софьи менять не пришлось. Ну а этажом ниже скоро поселится еще одна семья с Петрова 9. Мы до конца года приняли постановление о представлении жилых помещений, помещений, которые проживали в муниципальном жилищном фонде. Это семь квартир. На всех были приняты постановления, но они еще пока не вселились. Там ввиду того, что были каникулы, и договора социального найма не заключены еще. Они вот буквально сегодня-завтра обещали, пойдут в правление жилых фондом заключать договор социального найма, и им вручат ключи. Что касается собственников, то есть тех, у кого в аварийном доме квартиры были приватизированы или куплены, то им предстоит самим решить судьбу своего имущества. Здесь два варианта. Либо они привлекут подрядные организации, за свой счет снесут аварийное здание, затем на этом же месте построят новый дом. Только вот разницу в квадратных метрах между старыми и новыми квартирами собственникам предстоит оплатить самостоятельно. Если же от самостоятельного сноса жильцы откажутся, этим займется город. Участок перейдет в муниципальную собственность, а людям выплатят компенсацию. Решение жильцы должны принять до 15 февраля. На 2015 год запланировано переселение более 3000 человек по программе сноса ветхого и аварийного жилья. И это далеко не единственный способ улучшить жилищные условия с помощью государственной поддержки. В конце 2013 года глава Чувашии поставила задачу увеличить строительство жилья эконом-класса, которое было бы доступно широким слоям населения. При этом снижение себестоимости должно достигаться не за счет качества. Строители отреагировали адекватно. Сегодня жилье эконом-класса составляет 46% всех вводимых в республике квадратных метров. Благодаря этому Чувашии до сих пор удерживает лидерские позиции в жилищном строительстве. И главное, выполняет все социальные обязательства, взятые властями. Прекрасный вид. Далеко-далеко. На природу любоваться будете на кухне, как сядете. 315 миллионов рублей было выделено в прошлом году на строительство жилья для детей-сирот. Из них 298 миллионов – средства республиканского бюджета. Целевое финансовое вливание и жесткий контроль за использованием средств привели к тому, что новоселье исправили 447 молодых людей, оставшихся в свое время без поддержки родителей, без крыши над головой. Я квартиру тоже ждала, где-то уже 3-4 года назад уже ждала. Жила в Канаше, живу до сих пор там же, квартиру снимаем. Можно заработки ездить в Москву. Сейчас до Нового года сюда приедем жить. Практически полностью в Чувашии выполнена задача, поставленная президентом страны – обеспечить отдельным комфортным жильем всех ветеранов Великой Отечественной. За пять лет удалось построить новые квартиры для 5,5 тысяч участников войны. Кроме граждан из льготных списков, на государственную поддержку могут рассчитывать и молодые специалисты, и многодетные семьи. К примеру, в 2014 году на эти цели выделено около полумиллиарда рублей. Всего же к настоящему времени более трех тысяч молодых семей и молодых учителей получают из республиканского бюджета возмещение части затрат на уплату процентов по ипотечным кредитам в размере 4%. Задача на ближайшие годы – увеличить количество жилья эконом-класса до 56%. Для этого сформирован резерв земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, из которых будут выделяться участки под комплексное строительство жилья со стоимостью одного квадратного метра на 20% ниже среднерыночной. Об удорожании капусты не говорит сегодня только ленивый. И речь не о жаргонном названии валюты, а об овощи, которую так любят россияне. Насколько обоснован рост цены и как выстраивается цепочка попаданий на прилавок сезонного продукта, в очередной раз отправилась выяснять наша съемочная группа. Сергей Волков из Аликовского района занимается выращиванием овощей уже не первый год. В его хозяйстве, построенном по всем правилам современных аграрных технологий, уже есть овощехранилище. В планах постройка еще одного. Производство капусты – дело хлопотное. Вовремя надо убрать, положить на хранение, а часть – успеть переработать. Очень много капусты осталось осенью в поле. Очень много в целом по России. Поэтому дефицит ощущается. Мы туда вкладываем свой труд. Удобрения дорогие, солярка дорогая, техника очень дорогая. При этом фермер отправляет машины с капустой ценой около 25 рублей. Какой спрос, такое предложение. Сейчас фермерское хозяйство тоже, они друг другом связь держат. Значит, если один отпускает по 25 рублей, то другой никак не будет 20 рублей отпускать. А дальше в работу вступают посредники, магазины, рынки, каждый из которых набавляет свою цену. Вот эта разница, она не должна быть очень большой. А у нас получается, вот сегодня мы видели, по 22-23 рубля реализуется капуста у фермерского хозяйства. В магазине она стоит 35-32 рубля. Если вот так напрямую посчитать, то это получается где-то 60% прирост. Иными словами, цепочку надо подсократить. И это уже задача профильного ведомства. К решению этой надуманной проблемы должны подключиться и районы. И пусть пока федеральные сети пытаются поставить барьеры местным овощам, их очень ждут на местных сельхозрынках. В Чувашии в эти выходные стартует акция «Покупай дешевле». Производители обещают продавать все по оптовым ценам. Медрик Валев, Ольга Пыречкина, Регина Кубайкина и Сергей Рябчиков. Республика. Ажиотаж вокруг повсеместного повышения цен на продукты вызволновал родителей. Не пострадало ли качество питания, которое их дети получают в детских садах и школах? Члены родительского контроля города Чебоксары решили лично удостовериться, что их чад кормят сытно, вкусно и полезно. Учебная деятельность отнимает немало сил, а значит самое время подкрепиться. Сегодня у учеников школы номер 61 на обед овощной суп, рис с котлетами, салат со свеклой и горячий чай. В школе приходится проводить достаточно много времени, поскольку это и учеба, это бывает по 6-7 уроков в день, поскольку еще приближаются экзамены, приходится оставаться на школьном факультативе. И из-за этого школьный столб приходится посещать по 2, бывает и то 3 раза в день. Это чаще всего бывает после второго урока, когда заходишь в школу позавтракать, и после четвертого урока заходишь пообедать. В нашей школе это очень хорошо, поскольку есть обед на выбор, и ты можешь взять либо одно, либо другое, несколько вариантов в меню. Серафима Мартьянова кормит школьников уже 38 лет, и самое приятное для нее – вид пустых тарелок. Она бы хотела наполнять их самым лучшим и разнообразным, но из фруктов за старую цену удается закупать лишь яблоки. Например, раньше мы могли дать на эти 40 рублей фрукты дополнительно, мандарин 100 грамм в штучку одну, а сейчас мандарин вон 120 рублей до 130 рублей уже везде как бы стоит. Вот хотелось бы, чтобы мандарин дети получали, и груши, бананы. Вместо бананов и груш в рацион ввели сухофрукты. По количеству полезных веществ и микроэлементов они не уступают заморским лакомствам. Подобные способы решения проблемы используют и в детских садах. Когда идет, допустим, творог и рыба, естественно, цена нам выше. А когда идет овощное блюдо, значит, по ней. Растущий организм должен получить полноценное питание, состоящее из разнообразных продуктов, богатых микроэлементами. Это непреложное требование, которое должно соблюдаться при любых экономических обстоятельствах. Шесть организаций общественного питания, которые работают по городу Черепоксары и снабжают наши пищеблоки продуктами питания, своими поварами и всем остальным необходимым оборудованием, они все согласовали меню. Имеют перспективное двухнедельное меню, которое работает и согласовано с управлением Роспотребнадзора. В 2014 году сделали, значит, вот такое меню для детских дошкольных учреждений для города Черепоксары. Полноценное трех- или четырехразовое питание за 70 или 80 рублей в день вряд ли приготовишь дома. Это признают и члены родительского контроля. Экономить на детском меню у нас все-таки не принято. Дети – это такое наше святое, это наше родное, в которых нужно вкладывать, им нужен определенный рацион питания, минералы, витамины для их развития, для роста. И получается сейчас, если они не укладываются в это меню, они не укладываются в эту стоимость, они, получается, экономят на каких-то элементах. Наверное, что-то не хотелось бы этого все-таки. Вот как бы не говорить, наверное, грустно, повышение вот этого неизбежно. Когда речь идет о будущем, о наших детях, уместно вспомнить народную мудрость. Здоровье не купишь ни за какие деньги. Анастасия Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Да будет свет. В школах столицы Чувашии завершилась модернизация систем наружного освещения. Последней школой, во дворе которой появились фонари, стала кадетская. Пятиклассница Катя занимается в школьной секции дзюдо несколько месяцев. Однако полученных навыков еще недостаточно, чтобы защитить себя от хулиганов. Занятия в секции заканчиваются, когда на улице темнеет. До недавнего времени Кате и ее сверстникам приходилось выходить из школы на неосвещенную площадку. Мои родители работают, они работают до шести, поэтому они меня не успевают встречать. И так было страшно. А сейчас уже, когда появилось освещение, уже не страшно ходить. Кадетская школа имени полковника Кочетова – последнее учебное заведение Чебоксар, в котором появилось наружное освещение. С начала прошлого года задачей осветить все школы города задались местные власти. Кадетской школе в 2014 году было выделено около 300 тысяч рублей для благоустройства территории. В связи с этим была проведена реконструкция сетей наружного освещения. Раньше на территории Кадетской школы освещения как такового не было. Было только освещение улицы по Константина Иванова. И мне, как директору школы, было понятно озабоченность как родителей, так и педагогов, которые просто переживали за детей после окончания тренированных. Проблемой уличного освещения школы озабочены не только столичные, но и республиканские власти. К началу этого года реконструкция сетей наружного освещения была проведена в большинстве районов республики. Работы в этом направлении будут продолжаться. Дарина Игнатьева, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня принимали поздравления сотрудники прокуратуры Чувашии. Свой профессиональный праздник они отметили еще 12 января, но торжественное собрание решили перенести на конец рабочей недели. Какими итогами гордятся прокуроры республики и кому вручали награды? Подробности у Дмитрия Ковалева. Управляющая компания вовремя не убрала снег во дворе. В квартире выключили горячую воду и электричество. Людей в очередной раз обманули организаторы финансовой пирамиды. Во все времена люди со своими бедными вопросами шли именно в прокуратуру. Еще Петр I назвал эту службу государевым оком. В указе, который был подписан 293 года назад, говорилось, что основной задачей прокурора является борьба со злом и бюрократами. Это направление сейчас остается приоритетным. Но в 2014 было выявлено более 40 тысяч нарушений федерального законодательства. В последнее время ведомства особенно часто обращаются с вопросами по выплате заработной платы. Только в прошлом году, благодаря вмешательству прокуроров, была ликвидирована задолженность в размере 100 миллионов рублей. Прокуратура в целом Российской Федерации, прокуратура Чувашской Республики является важнейшим институтом, который обеспечивает законность нашего общества в нашем государстве и с достоинством защищает права и свободу граждан Российской Федерации, в том числе нашей Республики. В ведомстве инициировали и громкие уголовные дела. К примеру, удалось доказать вину руководителю управления дорог Волга. Доказано, что он необоснованно направил деньги на ремонт трассы, которые так обслуживали по гарантии подрядчики. Бюджету был причинен ущерб на сумму 100 миллионов рублей. В прокуратуре Чувашии сегодня работают более 300 человек. На торжественное собрание по традиции приглашают не только действующих сотрудников, но и ветеранов. Каждый год сюда приходит и Евгений Петрович Жучков. Когда-то он стоял во главе Чувашской прокуратуры. За этот период сделано очень много. Я уверен, что прокуратура необходима и для государства, и в первую очередь для населения, и для народа. Именно там быстро можно получить профессиональную помощь в области защиты своих прав. Именно эта задача на сегодняшний день является одной из основных органов прокуратуры. Лучшим сегодня вручали награды, благодарности и дипломы. Но прокурор Козловского района Петр Филиппов получил нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Ну а само виновство по традиции чествует журналистов, отметили и коллектив нашего телеканала. На протяжении двух лет в эфире Национального ТВ выходит программа «Правовое поле». Награды сегодня вручили создателям проекта. Работникам прокуратуры обозначили приоритеты, главное из которых – содействовать и дальше укреплению законности в стране. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. В 2014 году Чувашия была признана лучшей в Приволжском федеральном округе по раскрытию преступлений. За этой цифрой стоит ежедневная напряженная работа всех структур ведомства. Михаил Игнатьев принял участие в коллегии Министерства внутренних дел и вручил награды лучшим полицейским года. Грамоты, благодарности и кубки. И это все тем, кто круглые сутки обеспечивает нашу безопасность. Но лучшей оценкой работы становятся слова благодарности от людей, чьи жизни они спасли, чье имущество защитили, кого уберегли от мошенников. И сегодня представители правопорядка ни на секунду не забывали о своем предназначении. И, как положено, в форме рапортов отчитывались о проделанной за год работе. В ушедшем году контроль над оперативной обстановкой в целом по республике был сохранен. Продолжилась тенденция сокращения общего числа зарегистрированных преступлений. В результате принимаемых предупредительно-профилактических мер сократилось число убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж, преступлений, совершенных в жилом секторе. Принятые меры реагирования позволили сохранить и даже улучшить рейтинговые позиции по результативности раскрытия преступлений. Михаил Игнатьев поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за проделанную работу. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, очень важно сохранить положительную динамику. С одной единственной целью, чтобы предприниматели, несмотря на сложные процессы, которые происходят в экономике, в мировой геополитике, вкладывали свои заработанные рубли в развитие производства, создавали рабочие места, тем самым нарушителей, правонарушителей, конечно, будет меньше. Дарина Игнатьева, Андрей Шоколев, Республика. По сообщению администрации города Чебоксара, с 17 января будет закрыт пешеходный переход возле остановки Дом печати в столице Чувашии. С чем это связано и где теперь переходить дорогу жителям ближайшего микрорайона, расскажем в следующем сюжете. Пешеходный переход на проспекте Ивана Яковлева возле остановки Дом печати был временным. По ГОСТу на дороге такого типа, шестиполосный, нерегулируемый пешеходный переход устанавливать запрещено. Он был открыт на определенный период, пока строили новый тротуар вдоль железнодорожного моста. Именно по нему теперь и придется переходить дорогу. Наверное лучше будет, потому что это опасно ходить, все равно могут сбить. Нет, конечно, здесь должен быть переход, хороший культурный переход. Ну и хорошо для пожилых. Движение, жизнь. Будем бегать, Дом печати, если надо. Мы наоборот считаем, что нужно открыть, здесь хорошо, удобно жить. И магазины здесь, центр главный. Куда еще шагать только? Скоряки, как мы вон. Мнение мнениями, но нельзя забывать о безопасности. От остановки до железнодорожного путепровода в 610 метров. Конечно, не всем по душе ходить в обход. Но такой крюк, уверены специалисты, поможет сбереть человеческие жизни. Данный участок дороги, то есть это остановка, пешеходный переход, остановка Дом печати, создала большую проблему, в частности, повышение фактов ДТП. То есть за 2400 год на данном участке произошло 6 дорожных транспортных происшествий, где, к сожалению, 1 человек погиб и 10 пострадавших. 4 наезда на пешехода, где 1 человек погиб и 3 пострадало. И 2 столкновения, где пострадало 7 человек. Возврата к теме нерегулируемого пешеходного перехода не будет. Эксперты дорожного движения ищут другие варианты. Тот, кто сейчас, ну, недоволен тем, что приходится немного пройти чуть больше, не 400 метров, а 600, предположим, от остановки, все забывают о том, что раньше, когда они садились в троллейбус, они ехали полчаса до кольца. Сейчас это проходит, ну, минут за 7-8. Поэтому здесь выигрыш на лицо. Пройти 600 метров, я думаю, не так страшно. Но администрация, мы выполняем проектное решение. Сделали магистраль непрерывного движения. Значит, но администрация города, идя навстречу, по желаниям жителей этого микрорайона, вопрос не закрыт. На заседании по комиссии по безопасности было принято решение, что при первой же возможности будет рассмотрен вопрос строительства надземного пешеходного перехода. Подтверждение правильного решения немного статистики. За 12 месяцев 2014 года в республике произошло 606 наездов на пешеходах, в которых погибли 74 человека и 559 получили травмы. Из них 84 ребенка. Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят рейды «Пешеход-пешеходный переход». В рамках этих мероприятий экипажи ДПС дежурят на оживленных перекрестках города и следят за тем, чтобы водители транспортных средств пропускали пешеходов на зебре. Но пешеходы, в свою очередь, переходили в установленных местах. Марина Рябцева, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. Сегодня к вечеру в столицу облетел слух. У здания Ледового дворца обвалилась крыша. На место выехала наша съемочная группа. Как оказалось, крыша у будущего Ледового дворца на месте. Правда, с приличной вмятиной. ЧП, по словам представителя подрядной организации, произошло ночью, так что, судя по всему, обошлось без пострадавших. Несущие конструкции тоже не пострадали. Подвел парапет, который попросту не выдержал снега. Это парапет. Это как будто конструктивный. Это красивая отделка полиэтиленов. То есть там, в принципе, внутри меня... При таком объеме снега она не должна была выдержать. Сейчас будем переделывать. Эффекты такие бывают везде часто. В данном случае это снижание снега. Просто не выдерживает это маленькое, по сожалению. Хорошо, что на перестроительство. Хорошо, что теперь устроительство. Хорошо, что без пострадавших. Ледовый дворец обещали достроить к 8 марта. Как повлияет на сроки, ночной инцидент пока непонятно. Кто виноват, покажет проверка. Могло ли нечто подобное случиться во время эксплуатации, ответить никто не берется. Но, судя по всему, некоторые части проекта теперь подвергнут дополнительной экспертизе. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня же эту ситуацию прокомментировал заместитель министра строительства, архитектуры ЖКХ Чувашской Республики Сергей Безруков. В холдинговой компании «Голицын» это генеральный подрядчик строительства объекта. Не были завершены работы по установке элементов снегозадержания в соответствии с проектным решением. Стоит отметить, что работы по строительству объекта еще продолжаются. Эта работа по установке данных элементов ввелась, она введется. К сожалению, не были завершены полностью. Вопросы развития и роста культурной промышленности Республики обсудили на заседании в Художественном государственном музее. В круглом столе приняли участие официальные лица, мастера народных промыслов, а также руководители центров Чувашской продукции. Вопросов у народных умельцев накопилось немало. Разобраться в них пыталась Анастасия Алексеева. В средние века ремесленники составляли основу городского населения. Сегодня, в век автоматизированного производства, мастера кустарного труда встречаются реже, но их творения мало кого оставляют равнодушными. Каждое изделие ручной работы уникально, как и культурные традиции, которые они несут в себе. Можно, я как говорил, белую рубашку везде купить, и в Америке, и в Китае, и в Европе, и в России. Но вот эти узоры, вот эти вышивки, вот эту красоту, которая приукрашивает и одежду вообще, и лицо любого человека, любой семьи, любого общества, и прежде всего чувашского народа, который производится и делается мастерами на чувашской земле, нигде мы не можем достать. Продукция с чувашской национальной символикой пользуется большой популярностью у туристов. Поэтому очень важно сделать ее доступной каждому. В ближайшие годы в республике запланировано большое количество спортивных и культурных мероприятий международного и всероссийского уровня. Именно там мастера художественных промыслов смогут не только продемонстрировать свои творческие успехи, но и заработать средства на дальнейшее развитие. Минэкономразвития Чувашии в рамках этих событий всегда сотрудничает с местными умельцами. За последние четыре года на поддержку народно-художественных промыслов выделено порядка 13 миллионов рублей. Я понимаю, что это небольшие все средства для того, чтобы такую отрасль, как народно-художественные промыслы, ее содержать, ее развивать. Поэтому в текущем году я надеюсь тоже, что мы сохраним эту поддержку, сохраним взаимоотношения, сохраним понимание и развитие. Финансовая поддержка – не единственный важный аспект. Основная задача, как отметил Владимир Аврелькин, – создание условий для реализации продукции народных мастеров. Сегодня товары с национальной символикой ручной работы можно приобрести на ярмарке «Город мастеров» и на бульваре купца Ефремова. Однако на Арбате часто встречаются изделия массового производства и сувениры из других стран. Участники круглого стола считают подобное неприемлемым. Мне кажется, надо к летнему сезону, и особенно, как вы правильно сказали, когда будет поток туристов, чтобы они не увидели там перепродажу изделий из других стран, на нашей чувашской земле, когда мы приглашаем весь мир к себе в гости. Чтобы каждый приезжий смог почувствовать дух чувашского народа, нужно знать традиции и соблюдать правила в технике росписи и вышивки. Их нельзя смешивать, уверенно заслуженный художник России, народный мастер Мария Симакова. В художественном музее в честь ее 80-летия открылась выставка. Экспозиция состоит из ста произведений. Кажется, и жизни не хватит, чтобы проделать такую работу. Я, когда прихожу на выставку Марии Васильевны, всегда испытываю какой-то особый внутренний художнический подъем. Просто я смотрю на них не как на вышивку отдельно, они действительно выражают какой-то самый особый внутренний смысл в этих самых узорах. Там какие-то возникают образы, это какая-то тайна. Как боги хранили на Олимпе свои мироздания, тайные мироздания, так что она нашла свой мир в этих узорах. Работа действительно выглядит монументально, но несмотря на восторженные отзывы почитателей, сама Мария Васильевна относится к этому философски. Спасибо вам всем, дорогие наши. Кто пришел, кто не пришел, придут еще, посмотрят. Может быть, не всем понравится, кто как знает. Пусть оценят, каждый по-своему. Но, в общем, все равно это дело доброе, зря так не пропадает она. Выставка вышивки продлится в художественном музее в течение месяца. А к лету эти и другие работы получат постоянную прописку в музее вышивки. Он откроется ко дню республики. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. С 15 января в легкоатлетическом манеже Новочебоксарска проходят всероссийские соревнования по легкой атлетике. А сегодня состоялось торжественное открытие Кубка главы Чувашской республики Михаила Гнатьева. На три дня легкоатлетический манеж третьей школы Олимпийского резерва вновь стала резиденцией королевы спорта. Около 700 сильнейших спортсменов из 15 регионов Российской Федерации борются с наградой чемпионата и первенством. Хочу пожелать спортсменам хороших стартов, побед, честного спортивного соревнования, чтобы судейство было достойное. И вам, зрителям, получить удовольствие от данного соревнования, запомнить лучшие мгновения. И я надеюсь, что наш Кубок, он является традиционным и в следующем году соберет хороших спортсменов, хорошую аудиторию и мы все получим хороший заряд в годы. Соревнования, которые уже точно, надолго, я думаю, пошли в календарь всероссийский. Вы видите, какие замечательные спортсмены приезжают сюда, приезжают, я знаю, сюда с удовольствием. Вы сегодня их увидите. В соревнованиях на Кубок главы Чувашии носят официальный всероссийский статус 2013 года. К стартам допускаются атлеты в категории «Элита» и «Золотой резерв». Спортсмены в группе «Элита» разыграют 12 комплектов медалей. В женской части состязаний в программу включены бег с препятствиями, толкание ядра, прыжки с шестом и высоту, спортивная ходьба и многие другие. Мужчины будут оспаривать лидерство в беге на 800 метров в спортивной ходьбе и прыжках в высоту. Спорт – это уже мода, модно стало заниматься спортом. Поэтому, если у ребенка есть талант, есть продвижение, есть какой-нибудь такой азарт, естественно, его надо направить куда-то, ну, в мирных стилях. Плюс, естественно, здоровье. Мы же не должны только надеяться на кого-то, на медицину. По традиции, гостями турнира станут многие известные спортсмены и тренеры. В розыгрыше Кубка главы республики принимают участие олимпийский чемпион в прыжках в высоту Иван Ухов, бронзовый призер Лондонской Олимпиады в той же дисциплине Светлана Школина и призер чемпионата прошлого года в прыжках в шестом Ангелина Краснова-Жук. А в ранге хозяйки соревнований в сектор для прыжков в шестом выйдет чемпионка Европы 2014 Анжелика Сидорова. Наряду с известными легкоатлетами в Чувашию приехали не менее звездные спортивные наставники. Смена, я не хочу пожелать вам доброго здоровья, пожелать летом в спортивном году, высокого достижения и хотеть, чтобы наша сборная команда России выступала на нашем чемпионате, который проводится, чемпионате Европы, который проводится в Чувашии, и чтобы достойно выступить и выиграть командный чемпионат Европы. После напряженной и захватывающей спортивной борьбы на беговых дорожках и легкоатлетических секторах манежа, победители королевы спорта ждут кубки, дипломы, медали и денежные призы. Юлия Важенина, Николай Яковлев, Республика. 18 января все православные отмечают сочельник и готовятся встретить крещение Господне. Считается, что после обряда окунания в купель человеку прощаются все грехи, и он возрождается для духовной жизни. Всего в Чувашии подготовлены 62 места для крещенских купаний. Все они будут проверены сотрудниками МЧС. Желающих окунуться в купель с каждым годом становится все больше. В Чебоксарах будут организованы 4 купели в районе Свято-Троицкого мужского монастыря. Сойти в воду можно будет по лестницам с перилами. Кроме того, в целях безопасности для подхода к купелям будут построены усиленные деревянные пешеходные трапы двухметровой ширины. Установлены турникеты для ограничения выхода граждан на лед. Толщина льда в этом году около 50 сантиметров. Это безопасный параметр, говорят специалисты. Глубина воды в купелях более одного метра. В этом году, учитывая погодные условия, что мы ожидаем большое количество участников праздника, установили обновленные купели в количестве 4 штук. В прошлом году у нас было 3. Новые трапы к купелям установили. Значит, кабины для переодевания. Около купелей будут обязательно дежурить спасатели, медики и полицейские. Готовятся пункты горячего питания. О правилах безопасности до, во время и после купания постоянно будут напоминать погромкоговорителю. Вот несколько советов от медиков. Специалисты рекомендуют идти в обуви до самой проруби. Ведь обычно ноги начинают замерзать первыми. Раздеваться необходимо постепенно, чтобы организм не успел получить стресс от холода. До того, как окунуться в прорубь, рекомендуется сделать небольшую разогревающую разминку. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы Республика. Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова